друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы в секции с комментариями если они у вас есть и не забывайте ставите лайки ну что ж неделя моего отсутствие в целом не стала причиной или следствием каких-либо непредсказуемых движений на финансовых рынках друзья то что мы видим на площадках это в принципе те же самые уровни которые были когда я шел в непродолжительный отпуск это характерно и для динамики американского доллара и для евро и для фунта ничего не изменилось поэтому в принципе мы сегодня продолжаем говорить о тех тенденциях которые были раньше хочется начать сегодня с американской валюты потому что индекс доллара снижается друзья я верю в то что американская валюта станет еще дешевле на прошлой неделе заседание американского регулятора это важное событие потому что можно сказать что прошлая неделя минувшая среда это отсечка временная когда вступили в силу новые правила отношения регулятора к показателю инфляции то есть теперь очевидно действует политика инфляционного таргетирования что она значит она значит то что фрс готов терпеть более высокую инфляцию нет уже цели по инфляции в два процента американский регулятор допускает то что инфляция может уйти выше двух процентов в два с половиной процента три почему бы и нет и важно друзья то что если есть такие ожидания по росту инфляции и есть конкретный комментарий о том что регулятор не будет вмешиваться в ситуацию корректируя процентные ставки мы можем сказать друзья то что не будет упреждающего ужесточение монетарной политики и мы можем точно сказать то что минувшее заседание федрезерва стало четким доказательством того что американский регулятор не планирует в ближайшее время и не только в ближайшие даже на долгосрока что-либо менять процентными ставками то есть я думаю то что оставки останутся на текущих крайне низких значениях года два два с половиной хотя есть эксперты которые анализируют более детальный текущий новостной фонд считают что первое повышение процентной ставки если произойдет и только в случае значительного улучшения экономической конъюнктуры не раньше 2023 года важно также отметить то что в ходе пресс-конференции джером паул признал наличие сохраняющихся большого количества понижательных рисков и готовность регулятора задействовать новые меры экономического опослабления очень много говорил о том что сейчас все ждут хода а конем от представителей конгресса демократов и республиканцев по новому пакету фискальных стимулов мы в принципе ждем этот ход уже больше месяца потому что больше месяца конгресс не может согласовать новый пакет фискально-налоговых стимулов и эта неделя друзья может стать судьбоносной для американской валюты потому что судя по последним комментариям спикера палаты представителей нэнси пелоси в пятницу уже был оформлен законопроект вот этого нового фонда и этот законопроект будет детально обсуждаться в ходе текущей недели были предположения что размер этого фонда составит от одного до полутора три миллионов долларов но сейчас очевидно что в конгресса внесены положение вот этого фонда где четко прописан емкости нового пакета фискальных стимулов на 2 и 2 триллиона долларов если такой а пакет стимулов согласуют то конечно же американский фондовый рынок получит еще одну фискальную отдушину которая отправит и snp и nasdaq и dow jones к новым историческим максимум как будет вести себя доллар я уже друзья много раз вам говорил что при ожиданиях дополнительного расширения и увеличение ликвидности долларовой в американской и мировой финансовой системе нужно ставить только лишь на снижение курса американской валюты сегодня в 17.00 выступление павла тоже это выступление которое будет посвящено текущей денежно-кредитной политики но в целом мы сфокусируемся на его выступление в конгрессе на этой неделе среда и четверг вот там точно будут интересные движения и если все сложится так как должно сложиться то акцента в сторону еще большего смягчения монетарной политики легко может отправить индекс американской валюты ниже девяносто двух с половиной пунктов вот на это как раз значение я в рамках этой недели и ориентируюсь что будет с золотом 1953 золото уже восстанавливается я думаю что рост продолжится цель 2000 она вам уже известна друзья аргументы причины факторы они не изменились только сейчас мы стали ближе к этому фонду финансовой помощи и если его согласует на этой неделе золото сможет улететь в район 2000 даже за такой короткий промежуток времени как предстоящая неделя евро против доллара 1 1867 здесь очевидно ставка только лишь в лонг я жду 120 и выше рекомендую посмотреть на наши индикатор ренчных настроений кайман которые сейчас по расстановке сил показывают 165 процентов трейдеров компании продает евро доллар и незначительная часть как бы остатка покупает я думаю что в ходе развития событий на этой неделе когда доллар будет слабеть и будет расти спрос на евро расстановка сил увеличится и за опять же продажи будет уже больше 70 процентов это очевидное заблуждение толпы вот в этот момент я и рекомендую вам приобщиться к тенденции рыночные поставить против толпы то есть на рост главного валютного риска но это для тех кто ищет дополнительные возможности для открытия на оппозиции никак не может решиться что же ему делать покупать либо продавать евро европейскую валюту нужно было давно покупать друзья и на мой взгляд движение выше отметки 1 20 это крайне очевидная тенденция и ориентир который будет реализован фунт против доллара 1 29 54 здесь тоже ставка на лонг две недели назад британская валюта просила больше чем на полтысячи пунктов но тогда были риски брэкзита сейчас новостной фон немножко смягчился и в минувший четверг как мы помним англия согласилась пойти на определенные уступки по вопросу рыболовства это тут же было воспринято представители европейского союза как проблеск надежд мы помним комментарии мишели бронья о том что впервые за последние две недели снова замаячили ожидания того что все-таки удастся найти компромисс по вопросу политического вот этого бракоразводного процесса конечно же ситуация может измениться друзья но если сейчас есть позитив по брэкзиту давайте опустим эту тему поработаем с индексом американского доллара с ожиданием ослабления американской валюты соответственно логичной ставкой на дальнейший рост и этого представителя рисковых инструментов нет 43 16 из ранее открытой короткой позиции я вышел нефти сейчас растет потому что нефтянку поддерживать данные по запасам они как вы помните на прошлой неделе сократились сильнее чем прогнозировали трейдеры то есть запасы это первая причина роста котировок к нефти вторая причина ожидании сокращение объема добычи в мексиканском заливе из-за того что сейчас в штатах самый активный сезон ураганов с 2005 на года и только мы закрыли вопрос ураганом лоры сейчас последствия урагана сали больше 30 процентов нефтедобывающих мощностей в мексиканском заливе не функционирует и разумеется эффект влияния стихии он сохранится какое-то время и будет влиять на позитивный позитивную ставку что ли на укрепление позиции бренда WTI со стороны трейдеров ну и конечно же рост нефти связан с итогом заседания опек страны подтвердили приверженность прежним условиям то есть сокращение добычи с августа действует на 7 7 миллиона баррелей почему рынок высмотрел в этом позитив потому что участники рынка решили что опек подтвердили свою готовность действовать если что-то пойдет не так если сильно сократится опять же спрос то возможно опек придет на помощь снова рынку и дополнительно осуществляет сокращение добычи еще там на миллион полтора баррелей в сутки по дальнейшем ожиданиям по рынку нефти друзья я советую опять же в рынок пока что не заходите если интересно как косрочная спекулятивная ставка то думаю что восстановление нефти продолжится но лично я пока нефтянка торговать не а буду по доу джонсу ждем восстановление выше 28 тысяч и все зависит от того как быстро согласует новый пакет фискальных стимулов ну по основным активам я думаю быстро приближались детально по красам и канадцу например австралийцу будем уже говорить по ходу этой неделе друзья будет информация поэтому большое всем спасибо за внимание и хорошей вам торговой недели всем пока